Субтитры создавал DimaTorzok Судьба ни копейка, мне по грусту не повезло. Я серая шейка, и мне перебили крыло. Семья улетает, прощайте, прощайте, семья. Меня угнетает, что сёстры сильнее, чем я. Взлетай, не умей, как мне с ним место несло. Я серая шейка, и мне перебили крыло. Я серая шейка, но лисы меня не съедят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда подбитое крыло не позволяет тебе лететь в полную силу, когда твоё жизненное пространство ограничивается стенами квартиры или больничной палаты, ты особенно жаждешь человеческого тепла, ждёшь живой сказки. Этим детям не хватает внешних эмоций. Вот мы на День защиты детей были в детском доме, в Кировском. И вот в беседе, допустим, с главным врачом, он, может быть, более конкретизировал то, что мы делаем. Дети варятся в неком своём внутреннем мире, им не хватает внешних каких-то положительных факторов. А вот таким образом при общении его к сказке, вовлечении в какую-то игру, вызывает у него положительные эмоции, что лучше всяких лекарств способствует выздоровлению. Это же дети, они не могут пойти в театр или на концерт, правильно? Они, как правило, или дома, или в каком-то там реабилитационном центре. И мы сами идём к ним, сами приходим к ним на встречу. И, как бы, ну, надеемся, хочется надеяться, дарим им частицу своей души, дарим им радость. Эта кочевая театральная труппа называет себя «Братством маленького принца». Профессиональные артисты кимеровских театров объединились, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями расширить границы их маленького мира. В свои выходные они выезжают в дома или в санатории к тем своим маленьким зрителям, которые не могут сами прийти в театр. Автор и организатор этого «Братства» ведущий артист кимеровского театра драмы Олег Кухарев. Я часто надеваю костюм Деда Мороза и поздравляю детей своих друзей. И уже поздравил, уже разоблачаюсь, а мне говорят, «Слушай, зайди вот в эту квартиру, там девочка больная». Ну и я зашел, она лежит, не реагирует никак. Я тот самый Дед Мороз, что подарки вам принес, она никак не реагирует. Мы с родителями вокруг ее, под мое недоумение, поводили хоровод, загадки позагадывали. Все заканчивается, песню спели, в лесу родилась елочка, я уже ухожу, мама плачет. Отец слова сказать не может. И кто-то из них сказал, я уж даже не помню, кто моя девочка никогда не была так счастлива. Как? Она никак не реагировала. И вот тогда очень очевидно пришла мысль, но если я вот так вот, походя, зашел и в дом и столько радости доставил людям, какого-то ощущения, какого-то счастья, такого предрождественского, а почему бы это не делать умышленно, специально? И вот началось выкристаллизовывание вот этой вот самой идеи. Я с этим буду работать. Вот, у вас два сына, да? Да, два. Так, давайте, подходите, давайте знакомиться. Как вас зовут? Как, как? Дима. Дима, я Олег. А это Анатолий, вот у него такая кепочка интересная. Репертуар выездного театра составляют сейчас в основном небольшие отрывки из спектакля. Так, песен для детей, тихо. Не угонишься за вой, он гляди какой бедовый. Он за пять минут успел переделать кучу дел. Он подставил три подножки. Вовке, Ваське и Сережке. И прокрутился кувырком. Напилило в лес верхом. Лихо шмякнулся с перил. Под затыльник получил. Сходу дал кому-то сдачи. Попросил списать задачу, словом, сделал все, что мог. Ну, а тут опять звонок. Образ маленького принца, давший название проекту, вдохновляет артистов. По-моему, очень удачное название. Именно маленький принц. И, конечно, основная мысль этого произведения. Произведение мы в ответе за тех, кого приручили. Светлость, некая светлость. Там, где начинается, вот там, где чистота, оттуда все начинается. Так вот, маленький принц – это чистота, это радость. Вообще, актеры, они существуют в сказке. Для нас сказка – это не рукоделье от безделья. Это наша жизнь. И мы эту жизнь хотим принести ребенку, чтобы он также увлекся этим и забыл о болезни. А болезнь, оскорбленная невниманием, ушла бы. Порощи осины, порощи калиновы, На именины к щенку. В шляпе малиновой шел ежик резиновый С дырочкой в правом боку. И у ежика зонтика, дождика, шляпа и пары калош. Кожи и коровки, цветочные головки, Ласково кланялся еж вместе. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- где-то 15 встреч с этими детьми-инвалидами у их постели на квартирах. Каждого ребенка, помню, вот каждого. Потому что когда работаешь, допустим, с мальчиком, а у него лейкемия, и ты знаешь, что программа на уничтожение уже включена, и ты понимаешь, что, может быть, ты последнее, что в его жизни может быть, вот тот самый вдох, 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 вдохновение, то есть передать ему, чтобы он сам, хотя бы, сам поглубже вдохнул. У меня такая специальная шапка. Есть такой спектакль, мы его придумали сами в театре, оно называется «Осторожно, злая собака». Вот, я в этом спектакле играю самую эту таксу. Я рассказываю, как у меня однажды, как у меня завелись блохи. Вот, я тебе сейчас этот монолог, а что такое монолог, ты знаешь? Вот, когда мы сидим, вот эти вот все бродячие собаки, значит, да, и вот мы рассказываем, это диалоги, когда мы друг с другом разговариваем, а монолог, когда это я один что-то рассказываю. И вот я сейчас тебе расскажу монолог. Маленький принц, детская открытость, доверие к миру. Как в Евангелии. Если не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное. Маленький принц несет радость и исцеление не только юным зрителям, но и самим артистам. Не хочется мне говорить громких слов. Я хочу сказать о своих ощущениях, вот именно от работы на такого зрителя. Ощущения просто непередаваемые. Вот этот позитив, который на артиста идет, во время выступления происходит энергообмен, и вот столько положительной энергии. Такая колоссальная отдача. И от этого испытываешь, ну, чувство удовлетворения от своей работы. Недавно на одном из спектаклей, вернее, после спектакля, подошел один мальчонка и стал целовать Наташе руки. Он стал ей целовать руки и говорить, какие вы хорошие, пожалуйста, приходите ко мне еще, приходите ко мне. Ну, мы, естественно, не могли не растрогаться, потому что это, ну, это бывает достаточно редко. Хотя, надо сказать, что дети, особенно, которые физически, ну, скажем, немощные, да, они, как правило, как не парадоксально, они более открытые, что ли. Они в каких-то эмоциональных проявлениях, чем обычные, нормальные, здоровые дети. И поэтому, что может быть, ну, еще, так сказать, какого удовлетворения, если вот такие вот, так сказать, приходится испытывать эмоции. Как живешь? Вот так! Как живешь? Вот так! Как живешь? Как живешь? Вот так! Творческий духовный поиск движет артистами братства маленького принца. Помогая детям, они находят новый смысл своей профессии, заглядывают глубже в свою собственную душу. Где-то лет пять тому назад, а может быть семь, не могу сейчас точно вспомнить, у меня было желание уйти вообще из театра, прийти в церковь. И я начал готовиться в Свято-Тихоновский институт. И пришел за благословением к отцу Николаю Сергеевскому. И вот тогда он мне сказал, что вы нам нужны в миру. И я не поступал в Свято-Тихоновский, но это я все, вот все силы, которые были, я их направил на попытку что-либо создать. Это как бы благословение на это дело божеское, оно сохранилось. И вот вылилось в результате вот в это братство. Именно поэтому, вот все, как ни странно, не заповеди, а все те мысли, которые есть в маленьком братстве, они все, они все какие-то очень, очень православные. Именно поэтому, не как-то по-другому стало называться это братство, а именно братство маленького принца. Работая с детьми, у меня есть полное ощущение, что я делаю богоугодное дело. Там, где с надеждами, там, где с надеждами Самые нежные дружат слава. Несчастью, шахтерские трагедии в Кузбассе стали скорбной реальностью. Почти во всех наших городах, в Кемерово, в Прокопьевске, в Киселевске, в Анжиросуджинске, в Белово, сейчас есть храмы или часовни в памяти погибших горняках. В Новокузнецке такой храм начали возводить в 2001 году, после трагедии на шахте Зыряновская, 1997 года. Строительство идет в районе Абашева, рядом с православной духовной семинарией. Это строится храм Рождества Христова в память погибшим шахтерам. Это по просьбе вдов, жен, матерей. Министерство угольной промышленности пообещало, что будет вот здесь, коли здесь много шахт, много погибших, вот этот храм. Традиционно бывает так, что при духовном учебном заведении семинаристы должны проходить практику где-то. Это и алтарное послушание, это и певческое послушание, это и будущие священники молодые, ну, какой-то опыт перенимать. Вот, то есть здесь непосредственно со школой. И изначально вот сам храм планировался здесь, он был привязан к этому месту, потому что здание уже было готово под духовную семинарию, предназначено. Вот, и здесь вот такой вот ансамбль будет, ну, как бы полностью гармония такая. Вот такой вот храм должен быть. Это в ансамбле духовной семинарии, вот здание. Вот он, а вот такой вот он красивый красно-белокаменный храм Христа Спасителя. Но он посвящен, алтарь будет Рождеству Христову, престолу. Было строительство начато, вот пытались вот так вот масштабно увековечить память погибшим шахтерам, но из-за отсутствия средств строительство остановилось. Построен нуль, и вот эти вот конструкции металлические под окна, под двери, ну и стоят вот здесь вот тоже вот эти вот металлические конструкции, которые самые большие. На этом все остановилось. Вот это и разрушается. Вот эти вот железные конструкции, они разрушаются сейчас под снегом, под дождем, под ветром. На этом остановилось все строительство. И все обещают этим матерянам в дом. Они вот приходят, плачут, смотрят, говорят, вот нам обещают, и толку от этого нет. Вот, видите ли, поставили, мы думали, сейчас опять начнут строить, поставили вот этот экскаватор, а на этом все. А здесь было столько материалов, здесь сука железа, всякий плит было, всего, все исчезло, все забрали. Конечно, вот сама стройка, ну для любого, наверное, строителя, это очень важный момент переживаемый, особенно, когда возникают вот такие проблемы, которые сейчас мы испытываем. В 97-м году произошла трагедия шахтеров, погибло 67 человек. В этом году 10 лет. Когда поставили кран строительный сюда, привезли, то есть это уже вдохновило людей, что вот столько времени просто без действий стояло, а здесь вот что-то уже начинается. Вот. Спрашивают, конечно, вот когда, ну вот кран поставили, а что он не работает, почему и так далее. Вот такие у нас перспективы, такие надежды, только вот общая молитва и помощь тех благодетелей, которые приложили бы участие, которые неравнодушны к шахтерскому труду, к узбасским проблемам, ну и вообще, наверное, к человеческому счастью и горе. В городской взрослой библиотеке Полысаева уже традиционными стали диспуты на самые актуальные и проблемные темы. Школьники встречаются со специалистами в разных областях, психологами, учителями. Обсуждают вопросы семьи, города, молодежные и подростковые проблемы. Тема очередной встречи – наркомания. Священник храма преподобного Серафима Саровского и Ирей Дмитрий Владимиров и представитель службы госнаркоконтроля Елена Звездина делились со старшеклассниками опытом и собственной практики. Конечно, самостоятельно с этой проблемой не справиться. Обязательно нужно специалистов к этой проблеме привлечь. Многие родители стесняются и не хотят вынести это за пределы семьи. Это все равно станет явно. Это видят уже другие все. Поэтому скрыть это невозможно. Стесняться здесь не стоит. Здесь нужно бить во все колокола и обращаться обязательно к специалистам. Я говорю, что где-то наркологи помогут. Должно быть желание самого больного. Дискуссия разгорелась горячая. Мнения высказывались очень разные. Особенно много споров вызвало обсуждение причины, по которой дети становятся наркоманами. В результате жарких споров и школьники, и специалисты пришли к общему мнению. Одной из основных причин они назвали непонимание и невнимание взрослых к проблемам и метаниям подростков. У десятиклассницы Любови Волжиной немного друзей. И среди них нет ребят, употребляющих наркотики. Но девушку эта проблема тоже волнует. И у нее есть собственное мнение о том, как уберечь молодое поколение от этого зла. Я считаю, что у человека должно быть любимое занятие, секции, крючки, чтобы он посещал их. Он был занят в жизни, ему было интересно жить, чтобы у него была цель в жизни. Он стремился к ней, как бы не отступил от нее. Ну и не поддался от влияния. По данным статистики службы госнаркоконтроля, возраст наркомании молодеет. Специалисты считают, что сегодня профилактические беседы необходимо проводить с учениками начальной школы. А в том, что такие беседы необходимы, участники этого круглого стола уверены. Подискутировав, собеседники решили, что такие встречи должны стать регулярными. И чем больше их будет, тем больше будет доверия между подростками и взрослыми. И это поможет защитить ребят. Проблема наркомании, проблема других пороков общества. Очень остро стоит в нашем современном мире. Поэтому это, я считаю, одна из попыток все-таки улучшить качество нашего общества. польза от этого будет, я думаю, все-таки верю, по-крайней мере в это. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok